И сейчас о том, что происходит на Майдане незалежности. Там находится наш корреспондент Алена Центила. Алена, добрый вечер. Какие новости у вас? Добрый вечер, Роман. Добрый вечер, студия. На самом деле, на Майдане все абсолютно спокойно. Люди действительно очень внимательно следили за тем, что происходит сегодня в Верховной Раде. Это транслировали на больших экранах. Ну и, собственно, пересказал все то, что происходило в парламенте только что Юрий Луценко. Он недавно закончил свое выступление. Бурными овациями люди встречали информацию об отставке Николая Азарова и его правительства и об отмене законов, принятых 16 января. Юрий Луценко объявил, что программа «Максимум» на завтрашний день – это закон об амнистии. Ну и, собственно, тоже призвала внимательно следить за тем, что будет происходить в парламенте завтра. Кроме того, сейчас на Майдане никакого веселья, на сцене не выступают артисты, никто не поет и не танцует. Тут скорбят за погибшими на баррикадах. Продолжают гореть свечи и несут живые цветы. Кроме того, главным заданием для митингующих сейчас остается согреться. Очень холодно, сильный ветер и снег. Поэтому повсюду разжигают костры, люди греются возле железных бочек и очень часто в Доме профсоюзов, в Украинском народном доме и в палатках. Кроме того, буквально несколько минут назад ведущий со сцены объявил, что здесь ждут лидеров оппозиции, которые якобы должны здесь появиться после Народного совета. Собственно, люди их ждут, хотят услышать, что же им скажут лидеры. Ну и, кроме того, нередко митингующие обращаются к киевлянам с просьбой приютить майдановцев у себя, для того, чтобы те могли погреться. Роман? Алена, мы знаем, что на Майдане на залежности усилены меры безопасности. Что именно усиленно контролируется и с чем это связано? На самом деле, если визуально людей на Майдане стало меньше, чем в предыдущие дни, возможно, погода, возможно, греются, и большинство людей сейчас концентрировано возле сцены. И на самих баррикадах, если ранее было много охранников, они действительно внимательно осмотрели на всех, кто приходил на Майдан, то сейчас охранников стало меньше. Зато на Майдане появились молодые люди, которые называют себя некой добровольной дружиной, которая прибыла в помощь отрядам самообороны. Ребята хорошо экипированы в бронежилетах и сомбундирования. Кроме того, с улицы Институтской через баррикаду автомобили теперь пропускают не просто так. Митингующие очень интересуются, не везут ли в машинах наркотики, оружие и даже алкоголь. После отрицательного ответа автомобили пропускают, и они беспрепятственно, ну, если это можно назвать так, могут проехать на Майдан. Кроме того, сейчас забаррикадированы два подземных перехода. Один затянут колючей проволокой, второй засыпан старыми автомобильными покрышками. Митингующие объясняют, это вынужденные меры безопасности в случае какой-либо провокации, чтобы из подземных переходов никто не выскочил внезапно на Майдан. Ну, имеется в виду провокаторы. И обещают, что эти меры они применяют только ночью, утром, обязательно освободят проходы. Роман? Спасибо, Алена Центила, с Майданом незалежности. Это далеко не все, что мы готовы вам рассказать. Смотрите во второй части программы. В Херсоне совершено нападение на милиционеров. Как в разных уголках Украины отреагировали на новости из Верховной Рады? Украина в центре внимания мировых СМИ. О чем дети просят Всевышнего?